Всем привет! Наконец-то, благодаря нише ClickOnCar, вон он возится с нашей машиной, у нас на тесте оказалась Vesta с роботом в максимальной комплектации и с пакетом стайлинга XV. Ну и начнем мы с пакета опций. Он включает в себя вот такой вот спойлер. Выглядит неплохо, но функциональное назначение мне пока не ясно. Насадки на выхлопную трубу и накладок на педали. Отличие в салоне следующее. Во-первых, появился мультируль. У нас здесь нет вообще никаких кнопок. Здесь же можно управлять громкостью музыки, переключать треки, отвечать на звонки. Плюс есть ограничитель скорости и круиз-контроль, которого у нас также нет. И, кстати, сильно не хватает на трассе. То есть это вот шикарный плюс. Дальше у нас мультимедиа. У нас здесь стоит обычный MyFoon без всякого экрана. Здесь же есть, пожалуйста, радио, навигация. Навигация, кстати, выглядит очень недурно. Она, конечно, работает не так, чтобы очень хорошо, но вроде вполне. Здесь CityGate 7 стоит, по-моему, что-то такое. Дальше можно с телефоном связаться, по Bluetooth подключение. Такое, сякое, розетокое. Можно даже вроде как фильмы посмотреть. Ух ты! Ну, видимо, когда машина припаркована. Фильмы, фотки, все дела. В общем, красота сплошная. Единственное, что могу сразу сейчас уже отметить, сейчас проверим, что произойдет, если я включу, ничего не меняется. Экран все-таки бликует, и вот солнце на него светит, там, где светит, видно уже достаточно плохо. Ну, не лучшая вещь, к сожалению. Но главное, по сути, зачем мы взяли эту машину, это не все вот эти фитюльки, а вот этот рычаг роботизированной коробки передач. Механин здесь ZF, коробка ВАЗовская. По-моему, что-то поменяли по передаточным числам, по мелочи, но, тем не менее, это ВАЗовская гудящая коробка. И сейчас мы ее проверим в деле, как они смогли сделать крутого робота, которого не смогли сделать такие гиганты, как Peugeot, Mercedes и прочие. Ну, а сейчас мы посмотрим, как она работает, но перед этим немного о ее особенностях. Во-первых, у роботизированных коробок с одним сцеплением нет режима паркинг, то есть в идеале вы должны включать нейтраль и ставить на ручник. Ну, и зимой с барабанами все знают, что это может закончиться примерзанием задних колодок и, в общем, не очень приятными последствиями. В принципе, можно оставлять на передаче глушим, машина остается, то есть она сейчас стоит на передаче, все нормально. Единственное, вы в этом случае не поставите автозапуск, подогрев салона, двигатель и все прочее, что у нас так любят делать. Так что придется что-то придумывать. Ну, и, естественно, помимо автоматического режима с двумя педальками, здесь есть еще ручной, когда вы переключаете передачи движением самого селектора. К сожалению, подрулевых лепестков у этой машины не предусмотрено. Ну, а теперь давайте прокатимся и посмотрим, смогли ли вазовцы сделать то, что не смогли сделать. Это что было? Это сейчас что было? Я тормоз сжал. Это было круто, сейчас коробка выдала ошибку и попалила, собственно, сцепление. Это было забавно. Тут следует сделать паузу и немного прояснить ситуацию. Да, действительно, коробка выдала ошибку и ее колбасило. Как тряслась машина, было видно весьма отчетливо. Да и запах паленого сцепления был вполне реальный. Впрочем, причина произошедшего кроется не в ошибке создателей коробки или софта для нее, а в инженерах, проектировавших педальный узел. Он, мягко говоря, узенький, даже для моей стопы 43-го размера. Да и педали относительно друг друга расположены почти на одном уровне. Как итог, давя на тормоз, вы вполне реально, как и я в данном случае, можете задеть газ. Достаточно легкого касания и получится то, что вы, собственно, и видели. Ниша с клик-он-карт также подтвердил сей тезис. По педалям я молчу. Вот это постоянная тема, что я прожимаю тормоз, например, да? Вот я перенес с газа на тормоз ногу, прожимаю тормоз и нажимаю на газ. Чувствуете, да? То есть близко и не очень комфортно. Постоянно себя ловлю на том, что мне вот неудобно. Для начала проверим полностью автоматический режим. То есть мы включаем селектор А и жмем газ. Проверяем. Здесь, конечно, достаточно скользко, но это неважно для данного эксперимента. Разгоняемся. И клевок вперед. Разгоняемся. И передача переключается, переключается. Вот. Разгоняемся. Ну, клевки, в общем, есть. От них не избавились, чтобы не говорил вас. От них невозможно, в принципе, избавиться в роботизированной коробке. И клевки эти даже не из-за того, что долго переключает. Она как бы душит газ при переключении, оставляя машину на передаче. То есть машина на передаче замедляется. В этом вся проблема. А не в том, что у вас полностью момент улетает с колеса, и она начинает вот этот клевок. Его бы не было, этого клевка, если бы вы просто выжили сцепление и покатились. Машина так и катилась. Сейчас попробуем полностью ручной режим. Давайте развернемся. И это, кстати, еще такой момент. Она сейчас хоть в автоматическом режиме, но... Миша ее уже обучил и сказал, что сейчас она лагает гораздо меньше, чем это было изначально. То есть сейчас это практически идеально работает, коробка. Теперь давайте ручной режим. Первая передача. Крутим. Во-первых, я хочу узнать, переключает ли она принудительно передачи. Крутим, 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 крутим. Держит, держит, это плюс, потому что на обгонах это будет комфортнее, у вас не будет вот этого как раз клевка. Ну давайте, плюс, вторую передачу, разгоняемся, 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 просто тыкаем третью. Ну, лаг все равно есть. То есть это все равно та же история, как и если бы у вас ничего, ну, как в автоматическом режиме. Только вы контролируете ситуацию и на обгоне у вас не будет такого, что внезапно у вас потеря мощности идет, когда вам, ну, совсем это не кстати. Вы врубили, если что, обороты упрутся в отсечку, а чуть-чуть за красную линию уйдут, в 6500 упираются. Но при этом машина будет ехать и, во всяком случае, не притормозит. А это порой бывает критично. Ну и еще один эксперимент. Давайте проведем автоматический режим. Мы разгоняемся до 60 сейчас спокойненько. Вот мы едем 60. Ждем, коробка сбавила передачу. И вот нам надо ускориться. 60. Сейчас меньше 2000 оборотов. Ждем, тапка в пол и... Ну так, более-менее нормально реагирует на самом деле. Но вот этот лаг, это, конечно, прям до бешенства доводит. Процесс переключения очень длительный. Любой, кто ездил на такой коробке, он знает, о чем я говорю. Если не ездили, обязательно попробуйте. Почти все тест-драйвы Веста, они как раз с роботом идут. То есть для города, в принципе, если вы спокойно ездите, это нормально. Нормально абсолютно поведение коробки. Никаких проблем вы не испытаете. Но на трассе, когда вы выходите на обгон в автоматическом режиме, и у вас внезапно происходит переключение, это несколько напрягает, к сожалению. Ну и последнее, что хотелось бы сказать про эту коробку, это то, что в пробке она, к сожалению, как автомат не ползет. То есть у вас не получится работать только тормозом, взял текущие пробки. Когда вы на автомате можете отпустить тормоз, машина легонько тронулась, покатилась. Здесь, собственно, вот, я отпустил тормоз, ничего не происходит. Пока я не нажму газ, машина не поедет. Но, с другой стороны, очень удобно то, что можно, если пробка именно вялотекущая постоянно движется, то есть вы газом чуть-чуть поддали, отпустили, и тормоз не трогаете. Машина сама замедляется вплоть до полной остановки. К сожалению, чуда не произошло, и вас не смог сделать нечто выдающееся, чего не смогли добиться крупнейшие автоконцерны в мире, которые в итоге перешли на роботизированные коробки с двумя сцеплениями, преселективные. Тем не менее, робот ведет себя более-менее адекватно. Ехать с таким мотором можно нормально. На трассе, как я сказал, уже лучше в ручном режиме обгонять. В автомате вы можете в очень неприятную ситуацию попасть. Я не очень уверен, что будет с машиной, если вы начнете обгон, робот начнет переключение. Вот знаете, зимой вот эти снежные брустверы между полосами. Что произойдет в этот момент с машиной? Мне очень интересно, но, к сожалению, проверить не могу. В остальном плюсы этой коробки какие? Это то, что две педали, действительно очень удобно. И главное, что эта коробка достаточно живучая, и если даже что-то в ней сломается, отремонтировать ее будет стоить копейки, потому что, по большому счету, это все та же механика. Единственное, что там есть, это механизм ZF, который за вас переключает передачи. Ну а на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч! Всем привет! Наконец-то, благодаря нише ClickOnCar, вон он возится с нашей машиной, у нас на тесте оказалась Vesta с роботом в максимальной комплектации и с пакетом стайлинга XV. Ну и начнем мы с пакета опций. Он включает в себя вот такой вот спойлер. Выглядит неплохо, но функциональное назначение мне пока не ясно. Насадки на выхлопную трубу и накладок на педали. Отличие в салоне следующее. Во-первых, появился мультируль. У нас здесь нет вообще никаких кнопок. Здесь же можно управлять громкостью музыки, переключать треки, отвечать на звонки. Плюс есть ограничитель скорости и круиз-контроль, которого у нас также нет и, кстати, сильно не хватает на трассе. То есть это вот шикарный плюс. Дальше у нас мультимедиа. У нас здесь стоит обычный MyFoon без всякого экрана. Здесь же есть, пожалуйста, радио, навигация. Навигация, кстати, выглядит очень недурно. Она, конечно, работает не так, чтобы очень хорошо, но вроде вполне. Здесь CityGate 7 стоит, по-моему, что-то такое. Дальше можно с телефоном связаться, по Bluetooth подключение. Такое-сякое, розетокое. Можно даже вроде как фильмы посмотреть. Ух ты! Ну, видимо, когда машина припаркована. Фильмы, фотки, все дела. В общем, красота сплошная. Единственное, что могу сразу сейчас уже отметить, сейчас проверим, что произойдет, если я включу, ничего не меняется. Экран все-таки бликует, и вот солнце на него светит. Там, где светит, видно уже достаточно плохо. Ну, не лучшая вещь, к сожалению. Но главное, по сути, зачем мы взяли эту машину, это не все вот эти фитюльки, а вот этот рычаг роботизированной коробки передач. Механизм здесь ZF, коробка ВАЗовская. По-моему, что-то поменяли по передаточным числам, по мелочи. Но, тем не менее, это ВАЗовская гудящая коробка. И сейчас мы ее проверим в деле. Как они смогли сделать крутого робота, которого не смогли сделать такие гиганты, как Peugeot, Mercedes и прочие. Ну, а сейчас мы посмотрим, как она работает. Но перед этим немного о ее особенностях. Во-первых, у роботизированных коробок с одним сцеплением нет режима паркинг. То есть, в идеале, вы должны включать нейтраль и вставить на ручник. Ну, и зимой с барабанами все знают, что это может закончиться примерзанием задних колодок и, в общем, не очень приятными последствиями. В принципе, можно оставлять на передаче. Глуша. Машина остается. То есть, она сейчас стоит на передаче. Все нормально. Единственное, вы в этом случае не поставите автозапуск, подогрев салона, двигатель и все прочее, что у нас так любят делать. Так что придется что-то придумывать. Ну, и, естественно, помимо автоматического режима с двумя педальками, здесь есть еще ручной, когда вы переключаете передачи движением самого селектора. К сожалению, подрулевых лепестков у этой машины не предусмотрено. Ну, а теперь давайте прокатимся и посмотрим, смогли ли вазовцы сделать то, что не смогли сделать. Это что было? Это сейчас что было? Я тормоз сжал. Это было круто. Сейчас коробка выдала ошибку и попалила, собственно, сцепление. Это было забавно. Тут следует сделать паузу и немного прояснить ситуацию. Да, действительно, коробка выдала ошибку и ее колбасило. Как тряслась машина, было видно весьма отчетливо. Да и запах паленого сцепления был вполне реальный. Впрочем, причина произошедшего кроется не в ошибке создателей коробки или софта для нее, а в инженерах, проектировавших педальный узел. Он, мягко говоря, узенький, даже для моей стопы 43-го размера. Да и педали относительно друг друга расположены почти на одном уровне. Как итог, давя на тормоз, вы вполне реально, как и я в данном случае, можете задеть газ. Достаточно легкого касания и получится то, что вы, собственно, и видели. Ниша с Click On Card также подтвердил сей тезис. По педалям я молчу. Вот это постоянная тема, что...